Еще больше экспозиций художественный музей покажет гостям в выходные на Всероссийской Ночи Искусств. В этот год культурного наследия аналогично приурочена ко Дню Народного Единства. Тема – наши традиции. Какие они в музее, какую программу он готовит и чем удивит, спросим Аллу Силютину, ученого-секретаря, заведующую отделом развития Белгородского художественного музея. Здравствуйте, Алла Александровна. Здравствуйте. Прежде чем мы начнем наш разговор, я хочу спросить, есть ли у вас свои личные традиции в музее? Ну, традицией, наверное, я назову свой ежедневный приход на работу. Я люблю прийти немножечко пораньше, люблю пройти по всем кабинетам, увидеть сотрудников, поздороваться с ними, спросить, как дела. Чувствую себя такой вот связующей нитью, вот знаете, такой шовчик выкладываю по музее. И когда я понимаю, кто чем дышит сегодня, дальше иду в свой кабинет, начинаю работу. Еще одна хорошая традиция – это Ночи искусств в музее. Чем будете удивлять зрителей и гостей в этот раз, что нельзя пропустить? Вы знаете, наши Ночи музеев и Ночи искусств напоминают встречи большой дружной семьи, которые проходят вот раз в два года. Поэтому, как и в каждой семье, есть свои традиции, и, соответственно, у нас тоже есть традиционные активности. Мы показываем, мы мастерим на мастер-классах, мы играем. Наши традиционные игры – это музейные сыщики. Мы ищем те работы, которые вероломные грабители собираются вынести из нашего музея. Мы играем традиционно в арт-корову. Такая игра, которая требует артистизма и знания изобразительного искусства. И традиционные у нас мастер-классы. Мы делаем работы в стиле поп-арт. Тоже это наша традиция, народ очень любит, приходит специально на эти мастер-классы. Ну, а из новенького у нас – это мастер-классы «Рисуем вместе с художниками». Наталья Азорова, которая накануне откроет выставку, в пространстве своей же выставки проведет мастер-класс живописи акрила. То есть можно будет получиться у художника здесь и сейчас. Да, здесь и сейчас. Непосредственно из первых рук получить все профессиональные навыки, знания, советы. И еще один мастер-класс у нас будет по графике. Секретами изготовления линогравюра поделится Яна Серпухова. Тоже член Союза Белгородского регионального отделения. Это обе профессиональные художницы. Поэтому все, кто желают, могут прийти, получить мастер-класс непосредственно от мастера. Что с собой нужно взять? Ничего. Хорошее настроение? Хорошее настроение, большое желание. А обладателям Пушкинской карты Пушкинскую карту. Потому что все это доступно и пользуется большим успехом как раз у обладателей Пушкинской карты. Зритель увидит наши выставки, открывшуюся уже выставку Евгения Саводченко. И буквально завтра мы открываем выставку Натальи Зоровой, которая будет, наверное, больше интересна молодому посетителю. И еще у нас работает выставка художников Ассоциации глухих художников. Называется она «Жест. Живопись. Жизнь». Еще у вас будет презентация фильмов. Расскажите, пожалуйста, о чем они? Да, это тоже наш совершенно новый проект. Специально приурочили эту презентацию поближе к Ночи искусств, чтобы как можно больше белгородцев познакомить с этими документальными фильмами. При финансовой поддержке Белгородского регионального фонда «Наследие» мы получили деньги на производство четырех документальных фильмов, рассказывающих об истории, развитии, формировании, об арт-истории Белгородской области. И рассказали мы эту арт-историю от первого лица. Поэтому проект так и называется. «Белгородская арт-история от первого лица». С чего началась идея создания этого фильма? Идея витала в воздухе уже давно. Более двух лет, наверное, этой идеи. Идея связана была с быстрым уходом художников старшего поколения. Тех людей, которые стояли у истока формирования белгородского художественного сообщества. И мы поняли, как быстро утрачивается вот эта связующая нить. И еще была такая задача, чтобы эти художники были живыми людьми. Вот представили в фильмах живыми людьми, с какими-то их особенностями, особенными словечками, особенностями почерка, поведения. И я очень рада, что наши четыре фильма, пусть они охватывают или рассказывают не так много. Потому что 60 лет истории мы уложили в четыре двадцатиминутных сюжета. Над фильмами работали наши коллеги. И мы видели, с каким воодушевлением шли съемки, монтаж. Затем давайте посмотрим фрагмент того, что получилось. В 62-м году приехали у нас из Харькова два выпускника. Царство имя Небесное. Александр Павлович Мамонтов и Марат Ефимович Парахненко. Организовали они детскую школу. Ну и у нас тут были хлопцы, кто там тоже как вроде студия была. И для взрослых. Ну и я записался туда. Три года проходили мы. Ну, вечерами после работы. А в 64-м, ну точно не помню, приехали два художника. Василий Иванович Казак, живописец, и Евгений Васильевич Поленов. Вот тут за этот последний год, конечно, набрались мы хорошо и профессионально, и в понятии в цвете, в живописи, в рисунке. Это был фрагмент из первого фильма. Мы увидели еще живого Ивана Чернышева. К сожалению, его уже нет с нами. Этот фильм был для нас самый волнительный. Я представить хочу ребят, творческую команду, которая осуществила съемку и монтаж этого фильма. Это все сотрудники, ваши коллеги, сотрудники телерадио-компании «Мир Белогорье» Наталья Титова, Евгений Титов и Владислав Григоров. Я безмерно благодарна ребятам за их самоотверженную работу. Сейчас объясню почему. Когда задумывался этот проект, я написала несколько грантов, несколько проектов с надеждой на то, чтобы получить средства. Я понимала, что время идет, и пока мы дождемся результатов проекта, победили мы или нет, наши герои фильмов, они весьма преклонного возраста, они могут просто уйти из жизни. Тем более я видела, что Иван Федор Чернышев действительно в последнее время очень сдал, сильно болел. И чтобы не произошло такого, что мы останемся в конце концов без наших героев, я договорилась с ребятами, я спросила их, могут ли они приехать на съемку, когда у нас нет еще ни денег, ни даже надежды на эти деньги. У нас есть только проект, написанный на бумаге. Знаете, они согласились все трое. И мы дважды приезжали к Ивану Федоровичу. Это была весна 2021 и лето 2021 года. Летом мы ездили к нему на родину, в село Новооскочное Яковлевского района. Мы сняли рабочий материал и положили его на полку, как это принято говорить. Вы знаете, я рада, мы успели, потому что 3 января 2022 года Иван Федорович ушел из жизни. А через полтора месяца нам дали субсидию Белгородской области, и мы поняли, что проекту быть, что фильмы будут. Но я для себя поняла о том, что все состоится ровно в тот момент, когда ребята дали свое согласие, работать просто так. Большое им спасибо за это. Мы видели процесс, как это все происходило. Действительно, все самоотверженно. И результат стоит того, чтобы 4 ноября прийти на ночь искусств в музей и посмотреть все 4 фильма. Скажите, Алла Александровна, вы автор проекта. Вижу сейчас ваши глаза. Можно ли сказать, что все задуманное удалось? Я рада тому результату, который получился. Подводная часть айсберга – это тот архив, который нам удалось собрать. Ведь это более 20 часов живых рассказов, живых участников событий. И для нас, как для исследователей, как для музея, который хранит всю информацию, вот эта часть наиболее важная, наверное. И я очень рада, что она у нас теперь есть, снята профессионально, где звук слышен, картинка красивая и видна. И самое главное, есть вот эти вот сведения. Музею в следующем году 40 лет. Он юбиляр. Невозможно сегодня, наверное, представить всю культурную жизнь области нашей. Без него лучшие произведения из других регионов, из фондов величайших музейных зданий, сооружений, Русского исторического музея, Эрмитажа. Да и не только. Их можно увидеть здесь, у нас в художественном музее, никуда не выезжая иногда. Он красив и изнутри, и снаружи. И это действительно то место, где живет творчество и где его любят. О том, насколько его любят и как это оценено другими, у нас есть фрагмент из фильма. Давайте посмотрим. Проекты, которые, спасибо, привозят нам ведущие музеи страны, именно ведущие музеи страны, это не только благодаря поддержке федерального либо регионального министерства культуры, это доверие музею. Помимо технических условий, которые мы стараемся держать на уровне, конечно, профессионализм у коллектива. Это тоже очень важно. И всегда коллеги, которые приезжают, говорят мне, отмечают, что вот такой профессиональной команды, как в Белгороде, как в художественном музее, в Белгородском, они редко встречают. То есть это вот такой спецназ от культуры, который точно знает, как разместить, где какой температурный режим, какой свет, проникают в тему той или иной выставки. Такое ощущение, что вот вокруг этой картины сотрудники жили не один год. Ну вот, да, то, о чем мы и говорили. И быть признанными коллегами и руководством, это дорогого стоит на самом деле. Я, как гость, всегда люблю ходить в художественный музей и хочется туда возвращаться вновь и вновь. Как вы думаете, почему? Ну, конечно, мне очень приятно слышать это как сотруднику музея, потому что я понимаю, что все наши усилия, все наши старания, ну, все-таки за всеми этими отзывами стоит колоссальный труд. Мы стараемся, и я очень рада, что вся наша работа, вот тяжелая работа, она все-таки не видна зрителю. Все видят красивый музей, всегда готовы к встрече посетителей, радушных коллег. Алла Александровна, благодарю вас за разговор и до встречи на Ночи искусств. Спасибо вам, будем рады вас видеть. Остается напомнить, что в эти выходные, 4 ноября, с 10 утра, Белгородский художественный музей ждет своих гостей. Для вас будут работать выставки, мастер-классы для детей и взрослых, викторины, игры, лекции и презентация фильмов о музее. Субтитры создавал DimaTorzok